Свою 25-ю годовщину в Музее независимости Азербайджана провел выставку, посвященную жизни и творчеству Нофеля Тахерзаде. Именно он за свою короткую жизнь, проживая в Советском Союзе, вынашивал и разрабатывал планы для независимого азербайджанского государства. Гости мероприятия заслушали краткое описание жизни борца за независимость, просмотрели слайд-шоу из его фотографий. В 1975 году он работал над созданием герба и флага независимого Азербайджана, затем проектировал штаб-квартиру для независимой армии страны. Усилия были приложены и на создание военной формы для вооруженных сил Азербайджана. Были подготовлены эскизы погонов. Погибший при загадочных обстоятельствах на 23-м году жизни, он многое успел сделать. Нофель Тахерзаде был одновременно талантливым архитектором, художником, писателем, поэтом, историком и языковедом. Он является автором исторической повести «Бабек». Нофель Тахерзаде родился и жил в Азербайджане, который уже был частью Советского Союза. Но это не помешало ему вести внутреннюю борьбу за целостность и независимость своей родины. Он был дальновидным, и он видел этот день. В советское время никто не мог даже предположить, что страна может выйти из Союза и стать независимой. И спустя годы мы все свидетели исполнения его желаний. Мы независимое государство, у нас есть свой флаг и своя армия. Усердную работу он проводил в области создания экспериментального азербайджанского алфавита. Во всех его работах были видны идеи патриотизма, любовь к родине. Присутствующие на мероприятии в Музее независимости Азербайджана отметили высокую значимость в сохранении и передаче молодому поколению информации о сыновьях Азербайджана, готовых на все ради своей родины. Вещи, которые вы видите в музее, передал нам родной брат Нофеля Тахирзаде, Адаля Тахирзаде. Мы впервые представляем общественности его личные вещи, фотографии и документы. В Музее независимости также состоялась презентация книги, посвященной жизни и творчеству Нофеля Тахирзаде. Один из своих очерков того времени он закончил словами «Свободу не дарят, ее завоевывают». Присутствующие на мероприятии почтили минуты молчания память шахида в Азербайджана. Фарида Ашалва, Али Сурхаоглы, Сибиси. Субтитры создавал DimaTorzok